Урочистыми линейками початок нового навучального года сёння сустрели не только школьники. 1 вересня так само знаменальная дата и для селетних першокурсников. У них начинается самостоянное жито, наполненное новыми ведами, открытиями и изъяснениями. Як сустракалин у воспеченных студентов у Гомельским державным университете Мяфранциска Скарыны, расскажет наш корреспондент Вероника Варашелина. У этих молодых, пригожих и амбицийных девчат и инаков 11 преступок школьного життя уже заплячема. Теперь они полноправные студенты одной из престижных в НУ нашей страны – Гомельского державного университета Мяфранциска Скарыны. И, сдаётся, хваливаться уже не обчима, однако рачистость моменту обовязывает. Подтримать першокурсников у таки отказный день собрались и керовники, и выкладчики установы, а так само гоноровые гости. У их лику наместник премьер-министра Республики Беларусь Игорь Ляшенко. И он и сам выпускник экономичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны. У своём «Звороте до молодёв» узгадал, як больше 20 годов тому так само стоял у радах першокурсников. А я ещё отзначил, что студентские годы – час широких махчимостей и перспектив, пошуку метод, цікавых встреч и творчей реализации. Игорь Ляшенко пожадал першокурсникам не гублять ни одной хвилины у своей эдукации, бо лишних ведов не бывает. Я как человек, который уже побыл руководителем предприятия и отрасли, и вот сегодня работаю в правительстве, я скажу, что катастрофически ещё не хватает знаний. Поэтому своей речи к первокурсникам я абсолютно откровенно сказал, что этот процесс, он бесконечен. Поэтому второе мэтт – здоровенное пожелание студентам – не теряйте время, их хобби должны помогать той профессии, которой вы хотите заниматься. После урочистой линейки наместник премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко наведал стены родный альмаматор. И он ознайомился с участными умовами научения студентов, а так само музейными экспозициями установы. Сирот наибольшь колоритных адвокацийных помешканий – кабинет китайознавства Института Конфуция ПрГДУ. Тут на факультативной основе ожитявляются научения студентов в мове и культурным традициям поднеобъясны. Дереши занятки проводят их непосредные аносьбиты. Вывучение китайской мовы сейчас набирает большую популярность во установах адвокации. А тому студенты и выкладчики университета организуют и выязные, а знайомленные, научальные мероприемства. Они не только показывают, допустим, премудрости чайной китайской церемонии, облачённые в китайские костюмы, но и демонстрируют своё знание и умение отношения к китайской кухне замечательной. Здесь же проходят и мастер-классы по каллиграфии китайской. И я думаю, что через такого рода мероприятия, через такое приобщение к культуре, распространение китайского языка в нашем регионе, у нас на Гомельщине, будет иметь хорошую перспективу. На проконце своего визиту намесник премьер-министра Республики Беларусь Игорь Ляшенко сустрелся со студентами и выкладчиками экономичного факультета. Говорка ишла об сучасных белорусских инновациях, приоритетах промысловой галлины краины, взаимодействий в НУ и предприемствах. Игорь Ляшенко отказал на питании присутных, после шага пожадал студентской молоде ставить мыты и обовязково их досягать, без перапына пополнять свои веды и мкнуться, удосконаливаться у обранной справе. И он подкреслил, что минавито от представников молодого поколения залежит лёс и будущая нашего агульного дома, краины с богатой историей и самобытной культурой нашей родной Беларуси. Вероника Ворошилина, Павел Антонов, Телерадо, компания Гомель.